Умершего было очень много. Мы привозили в морг тела, и тела лежали друг на дружке. Он схватил этот скальпель и начал угрожать, что вот я сейчас тебе, там, я понимала, что я не могу ничего сказать и сделать. Это я не выдержала, мне было очень тяжело, очень. Именно реанимационный медицинский заключается в полном уходе за пациентом, то есть мы его моем. Потом полностью санация трахеи, препараты, то есть по назначению врача, то есть лечение и уход. Но в целом конфликты с родственниками при мне были. Недоверие к врачам, к их действиям, то есть укрывались какие-то, видимо, диагнозы, которые они не хотели напрямик говорить, какое-то состояние пациента, то есть многие родственники не могли дозвониться. Муж находился в реанимации, и она постоянно приходила к своему мужу каждый день и каждый раз спрашивала про его состояние. То есть, в принципе, пациент был уходящий, но она этого не понимала, потому что вообще, в принципе, с родственниками бывают такие проблемы, когда они недопонимают полностью всю ситуацию, да, и не могут это принять так быстро, как это делают врачи, медсестры. Соответственно, ситуация с ней была такая, что она пришла к нему повидаться, и в этот момент у него произошла остановка сердца. То есть она присутствовала в этот момент, ее попросили выйти за дверь, вот, и в этот момент произошла такая конфликтная ситуация, что она не хотела, и в этот момент, то есть, ну, время она занимала, а нам нужно было реанимировать, она открывала дверь, мешала нам, вот, все врачи кипишевали, соответственно, медсестры тоже. И когда он ушел, то есть, далее пошел конфликт о том, что мы якобы не провели именно ту реанимацию в тот момент, то есть она ожидала, что мы его откачаем, и на самом деле она просто до конца не приняла тот факт, что, как бы, ну, уход его был близок, вот, и она просто это все застала. Скорее всего, если бы ее не было рядом, она бы это, возможно, по-другому восприняла, но она это видела все на глазах, хотя полные меры, как бы, реанимации, реанимационных мероприятий было проведено. Ну, в целом она, как бы, успокоилась, то есть, видимо, приняла этот факт или еще, но она долго находилась рядом с ним. Долгое время не уходила, а нам нужно было собирать тело, вот, чтобы его отвезти в морг. Ну, спасала не я, а спасали мы вместе, но за два года достаточное количество человек мы спасли, но так вот не смогу посчитать. Тех, которые ушли по вине врача, на моем опыте было, наверное, человек 15-10, может, 10-15, и самые такие два-три запоминающие случаи, которые, ну, до сих пор у меня внутри, и я не могу это отпустить, потому что это очень сложно принять было мне, вот. И был такой момент, когда мы реанимировали пациента с медбратом. То есть врач, который курировал этого пациента, он просто не захотел встать. Это был молодой человек, который был после жуткой аварии, но у него были шансы на спасение, и, по сути, это не тот пациент, который не подлежит реанимации. То есть есть категория пациентов, которые не подлежит реанимации, гематологические, например. Есть какой-то регламент, по которому мы можем не оказывать реанимацию, не проводить. А тут гематологические заболевания крови, лейкоз, лейкемия. Вот, а этот пациент, ну да, как бы шансов было мало, но все же реанимационные мероприятия мы обязаны были провести. Это была поздняя ночь, еще раз повторюсь. И я подошла к врачу сказать, что вот так и так. То есть я, единственные мои действия были, я завела на адреналин на аддозаторе. Вот, пациент был полностью на, ну как бы полное дыхание собственное, да, и без аппаратов. Вот, и мне оставалось только позвонить в медбрату, который был в смене со мной, и, соответственно, он с другого блока прибежал, и мы начали вместе качать. То есть до его прихода я уже все приготовила ему как к врачу. Сама его качала, и в этот момент мы как бы все успели сделать, заинтубировать, и реанимацию провести. Вот, соответственно, мы его спасли. И когда это все произошло, пациент все-таки выжил. Да, он был в шоке, когда он очнулся. Он не понял, что с ним произошло. И в итоге он выписался из больницы, то есть на всех своих двух ногах ушел, выздоровел. И когда он пришел благодарить нас, он благодарил врача, который как раз-таки не встал в тот момент, когда должен был. Вот. Ну и после этого мои отношения в целом просто перевернулось с ног до головы. Я понимала, что это так не должно быть. Скажу так, люди там работали по 25 лет, то есть медсестры, которые меня обучали. Я бы не сказала, что это какие-то плохие люди, но количество времени, которое ты там проводишь, оно очень сильно на тебя влияет. Ты выгораешь, и у тебя появляется вот эта черствость. То есть мне объясняли, что я как бы должна эту черствость иметь, ну в какой-то, ну как бы, дозировка какая-то должна быть, да, то есть не чересчур. А я не понимала, как бы, и отношение к пациентам было, например, то есть могли ударить, хотя это вроде бы больницы, и тут мы не имеем права это делать, да, и могли высказать какие-то матерные слова в адрес пациента, хотя не понимали, какой у него диагноз, что это он делает не со зла, не специально. Многие от наркоза плохо отходили, не понимали своих действий. У многих операции, да, были какие-то очень долгие, и заболевания очень сложные, которые давали, ну, как бы, интоксикацию в организме, и у него уже в голове совсем было не все в порядке. И я понимала, что, ну, так не должно быть, смотря у кого как. У меня, например, отношения были в целом хорошие, но я знала точно, с какими врачами я бы желала работать, а с какими нет. То есть отношения выстраивались в зависимости от возраста врача. Если это был врач помоложе, примерно чуть старше на пару лет меня, были такие, как бы, собратские отношения, мы могли спокойно поговорить на различные темы. Если это был врач старше меня, соответственно, я, как бы, держала, ну, какой-то такой барьер и общалась строго по работе. Да, сталкивалась. Ну, как сказать, прям конкретно, что врач был виноват полностью в смерти пациента, нет. А именно в неоказании помощи пациенту, который, по сути, как бы мог бы уйти чуть попозже, именно вот в данный момент, когда требовалась реанимация, и не факт, как она бы закончилась, как бы, положительно или отрицательно. Вот такой момент был, да, врач просто посчитал нужным, то есть он посчитал себя каким-то богом. Это был, кстати, тот же самый врач, с которым мы вот того пациента, то есть медбратом реанимировали, да, вместе. И были такие ситуации, например, конкретно с этой, врач также не захотел встать и провести реанимационное мероприятие. В этот момент я позвала совершенно другого врача, с кем я хорошо общалась, он прибежал тоже с другого блока, и мы начали вместе реанимировать с другой медсестрой. Но было уже поздно, и пациент ушел. И самое страшное было, что порой, например, когда там родственникам говорят, что ваш муж или жена умерла, например, ночью, востолько-то по факту, они могли, например, умереть ночью, а их фиксировали, как будто бы они умерли утром. То есть по бумажкам писали все так, как было бы удобно им. А этот пациент, он пролежал у меня с двух ночи до шести утра в окоченелом виде, то есть его голова была под подушкой, вот таким образом разобракинутой, когда мы его полностью уже отключали из своих аппаратов и готовили, чтобы упаковать в пакет, а голова осталась окоченевшая в таком же положении. Ну, конфликты бывают из-за того, что, например, ты сдаешь смену, и что-то в твоей смене было сделано не так, или не передана какая-то информация точно, да, то есть были какие-то ошибки в передаче смены, а ты не помыла пациента, а обнаружила, что у него там пролежень, ты не обработала и сдала всю смену в грязном виде грязных пациентов, не обработанных, и где-то что-то не прокапало. Какие-то такие моменты, упускающие вот именно суть работы медсестры, это касаемо работы, касаемо отношений, ну, график работы, то есть кто за кем выйдет, кто кого заменит, то есть у нас был достаточно большой коллектив, вот, и все равно находились такие проблемы, и мне приходилось работать на полторы ставки, то есть потому что не хватало, хотя вроде бы количество сотрудников было достаточно для этого, ну, приходилось выходить, ну, как бы внеурочно. Ну, официальный оплат был 11 тысяч, плюс премиальные оплатятся сверху, там всегда по-разному зависимо, в зависимости от месяца, да, а в зависимости от пересадок, то есть за пересадки там тоже доплачивалось хорошо, и премиальные были, плюс надбавки за ночные смены, за вредность и прочее. В общем, в целом 45-50 иногда выходило до 60-70 тысяч. Умерших было очень много, мы привозили в морг тела, и тела лежали друг на дружке. Касаемо пандемии, было очень сложно работать, первое время был большой страх у всех, но со временем он как-то так снизился ближе, наверное, через года, ну, через полгода, наверное, и все как-то уже относились к этому, как, ну, ну, есть и есть, вот. Вот, и когда меня спрашивали, существует ли реально ковид, и первое время я считал, что это какая-то, ну, это какой-то бред, это неправда, а потом мы понимали, то есть на КТ в легких обнаруживали такие стеклянные, ну, какие-то предметные штучки такие, которые как раз-таки отличали от КТ, например, здорового человека, ну, который там болеет, там, астмой, бронхиальной астмой, еще что-то. То есть отличие было, и мы понимали, что действительно ковид, как бы он существует. И уже ситуация падала у пациентов, они не могли действительно раздышаться, им было очень тяжело это сделать, вот, и по большей части уходили именно из-за того, что не могли раздышаться. Ну, плюс еще всякие какие-то, ну, дополнительные инфекции, болезни, сердечно-сосудистые очень влияли, и болезнь с легкими связанная тоже влияла. Наверное, курят. Скорее всего, курят. Может быть, кто-то выпивал. Ну, вот так вот лично не могу сказать. Я приходила домой, высказывала, рассказывала все это маме, да, то есть делилась с близкими, старалась не закрываться в себе, да, понимая всю суть ситуации сложной, да. Было очень сложно, потому что мы работали вот на полторы ставки абсолютно все этот год. И было сложно, потому что ты не выспавшийся, приходишь заново работать сутками, ты работаешь в этих костюмах, очках, в миллионах масок, и условия были, то есть и отношения пациентов, и отношения родственников было не очень добродушно, потому что, ну, я их понимаю, потому что многие не могли найти своих родных, и даже если их находили, месяц спустя они узнавали, что он там недели две назад уже умер, а где тело там, и дальше как бы это уже меня не касалось, но они были в шоке. Ну, первая моя реанимация, когда я встала в ступор, я понимала, что я не могу ничего сказать и сделать, меня врач просил, и первое, ну, то есть изначально я услышала фразу «давай готовь адреналин», а у меня в ступоре я не понимаю, где его найти, я пошла в шкаф, а он лежит в холодильнике, я весь шкаф перерыла, в этот момент он сам уже достал ампулу и начал набирать все это, в этот момент у меня был большой страх, что я могу быть причиной смерти человека. Но, слава богу, мы откачали, и там как бы не было столь важным это все. То есть это было где-то минуты две-три такой вот ступор, в этот момент мне было очень страшно. Страшно было еще в один момент, когда была пациентка, которая была уходящая, и вот ее дочь принесла письмо, которое она попросила прочитать ей. И на ночь глядя, то есть она была на трахеостоме, постоянно постукила у меня, я посходил и спрашивал, что ей нужно. То есть она мне писала на бумажке, я все как бы ей делала. И я ей сказал, что есть письмо от ваших дочерей, и она попросила его прочесть. Но я понимал, что там что-то такое, что может как бы довести до слез. И они понимали, как бы, что мама, возможно, уйдет, но они, наверное, уже были к этому готовы. Соответственно, я начала читать письмо, и там было очень много таких моментов. Я сама уже стояла вся в слезах, и эта пациентка, она уже вот молча как бы сглатывала свои слезы, да. Вот. Она в итоге уснула, я дальше занималась своими делами. И вот самый страшный момент был, когда, ну, говорят, что не существует вот этого перехода души, выхода и так далее. Но я почему-то вот именно в это поверила, потому что пациентка, которая услышала это письмо, в этот же день она у меня ушла ночью. Абсолютно незаметно, и даже аппараты не пищали. Вот что самое интересное. То есть они не подали знак, что пациент, например, там воздуха не хватает, или еще что-то, что кислород не поступает. И когда я буквально... Ну, то есть у нас, по правилам, мы без права сна, но я склонила голову, и, видимо, я на какое-то время уснула. Вот. И я чувствую, что меня кто-то касается плеча слева. И вот как раз-таки я увидела эту женщину, абсолютно как будто она рядом со мной стояла, как живой человек. И она мне сказала такую фразу, то есть спасибо большое тебе, там, за то, что ты была рядом и так далее. Вот. А потом я просыпаюсь, это испугая, понимаю то, что что-то не так, смотрю на нее, а у нее все по нулям. Вот. И поэтому, как бы, мы уже... Мы в этот момент были с очень хорошим врачом, мы провели реанимацию в любом случае, хотя он понимал, что уже... То есть дефибриллятор использовали, и так далее. Ну, то есть это было сделано просто, потому что я уже там вся в слезах стояла, и я просила, как бы, что-то сделать. Но он понимал, что это вообще бесполезно. Вот. И он как бы объяснил мне, что она в любом случае бы ушла. Вот. То есть у нее там не было шансов. Да. Были. Про неадекватность пациентов расскажу. Был такой момент, когда пациент после операции с множеством количества дренажей по бокам просто резко встал после наркоза на койку, как вот... Как это горило. И начал... То есть там рядом лежал скальпель открытый, она забыла в лотке убрать. Он схватил этот скальпель и начал угрожать, что вот я сейчас тебе там... И так далее. И она была в другом блоке, а я в другом. То есть у нас в эту смену было много медбратьев, крупных. И вот мы все хором прибежали туда. Он успел скачить, выйти из коридора. И то есть наша цель была его остановить, вернуть обратно на место. И еще мы боялись того, что он выйдет из самого блока реанимации, а там камеры. То есть в реанимации нет камеры, а за пределами есть, чтобы, как бы, человек не узнал об этом. Вот. И он прошелся до коридора, завернул в операционную. Там мы перекрыли путь. И он был очень сильный в этот момент. То есть я пыталась ему ввести пропофол. Это как бы седативный препарат, который усыпляет на какое-то время. То есть мы побегали за ним знатно, скажем так. Он стоял еще голый. Это как бы добавляло смеха. То есть мы и смеялись параллельно, и переживали за него. Но в итоге мне получилось ввести пропофол. Но в этот момент он так сильно схватил мою руку, завернул, и еще бы чуть-чуть, если бы не моя рука, я просто успела подставить так, чтобы я не ударилась об его колено. То есть он мне хотел вот так вот ударить, но вернулась и ввела пропофол. В этот момент я тоже испытывала такое чувство, что вот, ну все, капец, чувак, держись. То есть такая какая-то небольшая ненависть, она была от злости, скорее всего. Не ненависть, а злость. Вот она присутствовала в этот момент. Однозначно. Очень тяжелая работа во всех планах. Эмоционально, физически, морально. То есть я оттуда и ушла по этому. Потому что я не выдержала. Мне было очень тяжело. Очень. То есть я долго себя готовила, но не решалась по многим причинам. И выгорание, вот оно есть у любого медработника, но там оно будет 100%, наверное, в течение, ну у всех по-разному, но у меня там в течение полугода уже наступило. То есть все эти истории, да, страстные, которые были во мне, они копились, я их вроде бы и высказывала, там делилась с мамой, с родными. Вот. Но этого не хватало, потому что я понимала, что ну как же так? Мы же тут боремся за жизнь, мы ответственны за жизнь пациента. А в итоге получается все наоборот. То есть многие моменты укрывались, скрывались. Я всегда знала, и мама у меня тоже учила, что врач всегда защитит в первую очередь себя, а ты защити себя. И то есть, если, например, врач приходил в палату и говорил, вот, слушай, сделай то-то, 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 без его бумажки, где там все это было прописано, я никогда не делала этого, потому что я знала, что я потом за это буду нести ответственность. Он увернется, а я нет, потому что сделал я. Скажу так, я благодарна этой работе за опыт. Это однозначно. Это был такой опыт, который, наверное, я никогда, наверное, больше не получу, если не пойду работать обратно. Вот. А разочарована именно в том, как устроено все окажется в медицине. То есть я где-то понимала это, но внутри все-таки была какая-то надежда, то есть учитывая, что все-таки врачи дают клятву Гиппократа, а медсестры – это как бы медсестра милосердия, да, сестра милосердия, я для себя именно вот с наивной со стороны считала, что именно все так и должно быть, как в сказке, да, мы помогаем людям, а по факту все было иначе, и я не понимала вот тот момент с врачом, да, вот эти два суча, которые у меня были, я не понимала, как он мог так поступить и вообще кем он себя, ну, как бы считал, разве он бог, чтобы, ну, как бы судить, стоит этому человеку сейчас уходить или нет, лишь только потому, что он хотел спать. То есть вот это меня просто убивало, я не понимала, как так. Я с этим врачом потом больше не работала с меня, я менялась графики, и если я вдруг попадалась чисто случайно, я меняла медсетру, прям договаривался, они все знали эту ситуацию между нами, и я прям вообще не общалась с ним, абсолютно. Я даже ему сказала в лицо, ты не человек после этого. Субтитры сделал DimaTorzok,